Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так уж сложилось, что прокуратура Одесского гарнизона военная и военная прокуратура Южного региона Украины, они оследуют дела, уголовное производство по преступлениям, совершенным на зоне АТО. И к нам частенько просто обращаются люди, военнослужащие, которых привлекают к уголовной ответственности. И не знающие, куда обратиться за помощью, обращаются к полонцору. Чем мы сталкиваемся, защищая таких людей? Первое, что хочется отметить, в военной прокуратуре адвокатов не ждут. Очень многое, даже если изучить статистику Единого государственного реестра судебных решений, военные прокуроры, органы досудебного расследования, не очень рады адвокатам, вообще не желают их видеть в процессе рассмотрения уголовных производств. Ну, в принципе, как бы понятное желание следователя. Но в этом случае нарушается право на защиту военнослужащих. Сталкиваемся с тем, что в уголовных производствах следователями просто формально вручается по закону, обязательно это памятка о разъяснении военнослужащим права на защиту, но само право это не разъясняется. Сейчас сталкиваемся с тем, что военнослужащие, которые обращаются за помощью, оказывается, следователями не разъясняют, что у нас в государстве существует бесплатная правовая помощь вторичная, существует центр бесплатной правовой помощи. И если у военнослужащего нет денег нанять платного адвоката по договору, он имеет право на бесплатную правовую помощь за счет государства. Это право, как оно реализуется, следователи предпочитают почему-то об этом молчать. Почему они предпочитают об этом молчать? Потому что, когда начинаешь работать над делом, приходишь на допрос, изучаешь доказательства, которые присутствуют в материалах уголовного производства, то очень часто это встречается, понимая, что клиент совсем не виноват, а дело фактически является сфабрикованным. Если посмотреть те составы преступлений, по которым привлекают военнослужащих к ответственности, в основном это масса случаев по невыполнению приказа, дезертирства и уклонения, самовольное оставление воинской части. Скажем так, таких значимых уголовных производств, по которым бы привлекались в уголовную ответственность должностные лица, которые занимают более высокие должности, такого как бы у нас и не встречалось. Обращаются за помощью обычно, конечно, простые военнослужащие. Что хочется еще отметить. Когда появляется адвокат в уголовном процессе, просто начинают сочиниться препятствия со стороны, следовательно, в работе адвоката. Ну, с этим сталкиваемся всегда и всюду, и к этому мы привыкли. То есть, как обезвредить адвоката в уголовном производстве, это начинаете его оскорблять, унижать присутствие клиента и все остальное. Ну, с этим мы более-менее справляемся. Если клиенту советую занимать активную позицию в защите своих прав, то есть подавать ходатайство о проведении следственных действий, допустим, ходатайство о одновременном допросе, потерпешива, свидетеля, чтобы выяснить существенное противоречие в их показаниях. У следователя появляется определенная такая вот, грубо говоря, агрессия, что если вы будете так настаивать на защите своих прав, мы вашего клиента закроем. Он будет содержаться под стражей при отсутствии для этого каких-либо правовых оснований. Действительно, потом, впоследствии, после проведения, мы настояли на проведении одновременного допроса, существенные противоречия не были устранены. Я обратила внимание следователя военной прокуратуры, что все-таки здесь внимательно нужно разобраться. По-моему, состава преступления, события преступления нет, не то что состава. И следователь в ответ на такие вот, скажем, законные действия адвоката подал заявление в суд, ходатайство в суд об избирании меры пресечения моему клиенту. Нужно отдать должное все-таки нашему апелляционному суду Одесской области. Мой клиент после рассмотрения дела в апелляционном суде Одесской области был освобожден. И была избрана такая мера пресечения ему, как личное обязательство, то есть выполнять процессуальные обязанности. Вот это вот решение суда, которое у меня есть на руках, оно четко показывает незаконное действие следователя. Таким путем фактически чинить давление, оказывать давление на моего клиента с целью для того, чтобы он признал вину в том, что он мне делал. В дальнейшем также, несмотря на наши все, скажем так, заверения в том, что мой клиент не виновен, прокурор обратился с заявлением уже за отстранение от занимаемой должности в суд. Тоже было отказано. Когда нам открыли материалы дела, я действительно оказалась тогда права по этому делу, я увидела, что в обвинительном акте прокурор нам говорит, что событие преступления произошло 9 мая. Это причинение, обвинялся мой клиент в причинении телесных повреждений своим подчиненным. Когда же мы начали работать с документами, которые были в материалах дела, оказалось, что обвинение в совершении преступления строилось на справке, которая была выдана врачом 6 марта. То есть за 3 дня уже телесное повреждение потерпевшего существовало, а моего клиента обвиняют в том, что 9 марта он его причинил. Несмотря на эти все противоречия, отсутствие фактически вот этих доказательств, которые бы подтверждали моему клиенту, прокурор все равно обращается в суд. Обвинительный акт ему сейчас вернули, мы ждем снова предъявления этого обвинительного акта. Но несмотря на вот эти все явные противоречия, прокурор настаивает на привлечении моего клиента, по моему мнению, невиновного к уголовной ответственности. Почему это так происходит? Я считаю, что у прокуратуры, военной прокуратуры, все-таки существует какой-то план. Вот они еще работают по тем савдеповским каким-то показателям, номерам, планам. У них существует план по привлечению к уголовной ответственности людей, военнослужащих, и по раскрытию этих преступлений. Почему еще такая уверенность у меня возникает? Сталкивались с тем, что не привлекая адвоката к защите военнослужащего в уголовном производстве, клиент, следователь склоняет подозреваемого, обвиняемого к заключению соглашения о признании своей вины. И если посмотреть единый реестр судебных решений в отношении военнослужащих, вот таких соглашений огромное количество. То есть большинство дел военной прокуратуры заканчивается, уголовных производств заканчивается именно составлением такого соглашения о привлечении к уголовной ответственности. Это соглашение должно утверждаться судом. И вот до того момента, пока в УПК, в УПК, в УПК, в УПК не были внесены положения о том, что при заключении соглашения о признании вины участие адвоката-защитника является обязательным, вот эти соглашения заключались в больших количествах. Сейчас, слава Богу, поменяли УПК, и суды просто заворачивают эти дела, возвращая их прокурору для того, чтобы были устранены эти недостатки. В связи с этим нам бы хотелось обратить внимание общественности на то, что в принципе военная прокуратура – это такой обособленный орган, он не входит в систему органов досудебного расследования, которые определены УПК, УПК, и действует на основании переходных положений законной прокуратуры. Достаточно закрытый орган. Если система правоохранительных органов в районах РУВД находится под пристальным вниманием, и там, если какой-то случай происходит вопиющий, то он привлекает внимание общественности, журналистов, СМИ, то военные прокуратуры, следователи военной прокуратуры, они фактически находятся в закрытой зоне, в закрытых помещениях, доступ к которым отсутствует. Там даже ходатайство подать очень сложно. Система настолько усложнена для адвокатов, что тебе подать ходатайство следователю военной прокуратуры времени занимает полдня. То есть ты приходишь в канцелярию, тебя отправляют в дежурную прокурору, в дежурную прокурору он тебя примет или не примет очередь, ожидания, потом выясняется, что что-то там прокурору не нравится, он считает, что адвокат такое писать не должен, либо клиент, который подозревается, если подает личное ходатайство, требует что-то переписать, настаивает на своем, в конце концов принимает, выходишь, смотришь на часы, а времени уже полдня прошло. Даже в этом отношении как-то свои правила устраивает. Поэтому я считаю, что в этих случаях нам не стоит молчать, нам стоит привлекать внимание общественности. И у нас нету, скажем так, у адвокатов, если клиент виной, пусть привлекает его к ответственности, да, но к ответственности в порядке, установленном законом, чтобы следователь не нарушал процесса, предусмотренного в уголовном процессуальном кодексе. А эта закрытость, которая у них существует, она и позволяет зачастую игнорировать положение уголовного процесса. Такая Юлія Володимирівна, адвокат, который защищает также права військовосудовцев. Как сказала уже моя коллега, військовые прокуратуры, так, они достаточно закрыты, такий орган, и они живут начебто своим каким-то самим вигаданным правилом. Стосовно того, что они укладывают угоди про визнание виноватности. Так, действительно, были внесены изменения в КПКК, и с березня месяца уже должен быть адвокат. Но мы связаны с тем, что, в супереч вимогам законодательства, прокуратура не привлекла адвокатов до обладания этих угод. Что это мается на увазе? Большинство солдат, которые находятся на войне, это солдаты, это люди, которые не владеют жодным чином, какими-то правовыми аспектами любых стран. Они, в целом, процессуально не грамотно, они не понимают, что происходит. И когда им рассказывает прокурату, что вы тут подписываете эту угоду, вам ничего не будет, вы сейчас все пойдете домой, они не понимают тех последствий, которые происходят потом. Они даже не удивляются эту справу, что там, как, в чем их звинувачивают. Поэтому возникают ситуации, когда человек так подписывает, но он не понимает, что вообще происходит. Он только хочет домой, но нет никаких преследований с эпохи прокуратури, поэтому это все очень быстро происходит. Стосовно военнослужбовцев, которые так начинают сперечаться с системой, и как-то через волонтеров, через социальные мережи находятся адвокатов. Что происходит? Сейчас в Главной ВПП Украине мы написали заяву про злочин, уже зареєстровано криминальное проведение, а когда стосовно моего клиента было зареєстровано криминальное проведение, он не знал. Про это все узнали, когда он получил доведение, что он хотел поездить за кордон, и мы узнали, что есть криминальное проведение. Наверное, оно было направлено уже до суду. Клієнт говорит, что ничего я не подписывал. Мы пишем заяву про злочин, так, нас вызывает Главная ВПП. Мы в своей заявке сказали, что было служебное подробление, службовая недбалість и притягивание заведомо неведомой особи до криминальной ответственности. На сегодняшний день клієнт, військовослужбовый, находится в статусе лише сведка, то есть он не является потерпелою особой. Особи, на которых мы сказали про низкую злочин, не притягиваются до криминальной ответственности, бо так, это співробетники прокуратури. Они продолжают працювать, их даже не отстраняли от посадки, от работы. Кроме того, что тут порушуется право на захист, это право порушуется с стороны прокуратуры в каждой справе. Так, как сказала моя коллега, они не получают адвокатов, особи ничого не понимают, что взагалі отбиваются. А сейчас большинство территориально это Донецька область. Мы все с вами понимаем, что до Донецької области адвокату добраться очень важно, потому что адвокаты, которые были в Малиуполе, в Бердянске, в этих населених пунктах, они потроху пересунулись уже в течение региона, где можно спокойно працювать и заработать каких-то грошей. Також в разговорах с главной військовой прокуратурой Украины есть такие позиции, что шеф сказал, значит, особо винуватая. Наш главный військовый прокурор Украины, пан Матіос, очень часто позволяет по телебачению в какой еще способ висловлюваться стосовно винуватості або не винуватості тієї чи іншої особи. Это происходит в порушении законодательства, потому что закон говорит, что есть принцип всебечного, повного и неупередженного обслуживания обслуживания обслуживания. трагедия обслуживания 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 все в нем немае часу, бо він повинен повернутися в частину і належним чином виконувати свій військовий обов'язок. То складывается така ситуация, при которой військовая прокуратура, начальник с ГОП вселяким чином приховывает недолики своей работы, а також вона приховывает злочини своих же посадовых осіб, своих співробітників. То зараз, коли в нас вже є управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури, хотілося б, щоб не лише ми, як громадяни, звертали на це увагу, а ще й органи, які безпосередньо мають цим займатися, звертали на це увагу і так, є закон і хотілося б, щоб ми всі працювали в межах закону, як адвокати, так і безумовно прокурори. Алексеева Оксана, волонтёр 28-й бригады. За год роботи з 28-й бригады ми дуже часто спілкувалися з допомогою конкретно нашим ребятам. мене, як волонтёра, інтересує первопричина, чому на ребят стряпают, я бы так сказала, по поводу своєго несогласія з определенними действиями офіцяльського состава, ну, як ми це називаємо, правда САТО. І, після цього, ребят, дійсно, начали гнобити. Одному начали... Состряпали дело по поводу дезертирства, коли він повернувся в зону АТО. Остальних позакидывали на самые горячі блокпосты. То есть, это присутствует сплошь и рядом. Если есть какой-то неугодный военнослужащий, который отказывается выполнять заведомо преступный приказ в зоне АТО. То есть, мы там не находимся, мы не знаем, что там происходит, как выполняются маневры, какие приказы отдаются. Если военнослужащие считают, что это неправильно и они отказываются, они попадают у нас под гриф неугодных. И с этими неугодными начинают сражаться. То есть, сражаются, начиная от ВСП. Это первичный орган, который составляет документацию, направляет уже в прокуратуру. Ну а дальше, либо это халатность органов прокуратуры, которая, не разбираясь в деле, решает, где ставить запятую, вказнить или помиловать. Либо же это общий сговор идёт. Вот таких-то, таких-то бойцов, пожалуйста, давайте. То есть, такая ситуация у нас сплошь и рядом, поэтому мы просим общественность, мы просим компетентные органы как-то всё-таки посодействовать адвокатам, которые абсолютно бескоштовно тратят колоссальное количество своего личного времени, занимаются волонтёрской работой в том, что помогают нашим военнослужащим отстаивать свои права и доказывать свою правоту. Спасибо большое. Пожалуйста, что сейчас будет с вашим казачьимом? Можно как-то сказать, что такие будут быть в порядке? С каким именно казачьим вопросом? Я, о котором говорила. Пока, не дивлячись на все, что я рассказала, обвинувальний акт направили до Донецкой области, это Володарский районный суд. Ну, сейчас стаёт вопрос, каким образом мы с военнослужащим можем дойти до Донецкой области Володарского районного суду, это несколько километров, и уже это у нас еще не демонстрировано долго, так? Нет, это военнослужащая деятельность, это боевые действия. Вот так, то мы будем дивиться, и уже, мабуть, будет действовать УПК в тей местности, и далее мы будем уже судить, что у нас нет другого шляпу, то мы будем так, я буду его заключать, дейсно так. Спасибо. Сколько вы сегодняшнего, что вы делаете по криминальному проведению на эту криминальную проведению? Стосовно співробітников ВПП, я сейчас не знаю жодно, 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 где бы было, где было бы зареєстровано криминальное проведение, бо даже, когда мы подали заяву про зложень, стосовно співробітника ВПП, криминальное проведение не было, оно было открыто, оно не было зареєстровано. Вы понимаете, в нас есть ухвали апелляційного суду, который говорит о том, что співробітник ВПП, это у нас был в Одесском гарнизоне, он действовал с порушением, апелляційный суд надевал перелик этих порушений, но с боку ВПП Одесского гарнизона никаких действий не было. Все добре, да, это делается, это делается, он дает продолжение, поэтому, даже когда есть уже такие ну, мы можем быть, как это сказать, что мы можем быть заангажированы, так, мы защитники, но суд, он не заангажированный орган, то он навев перелик порушений, на эти порушения никакого реагирования не было, и они не происходят. Есть ли эта статистика? Сколько людей военнослужащих, которые сегодняшние действия пытаются каким-то образом устраивать свои права? Мы можем сказать лишь... Обращаются к адвокатам, обращаются к юридическим и обслуживаниям? Есть такое общественное объединение, которое называется «Юридическая сотня». В них есть горячая линя, то военнослужащие звонят на эту горячую линю, и им або надается телефон юриста, адвоката, который может им чем-то помогать, або они по телефону их координуют, как-то пытаются им помогать. Это всеукраинское объединение, то они вот таким образом находят защитников. Потому что когда есть вопрос к военнослужащему прокурору, почему вы не отдали защитника человеку, и військовый прокурор говорит, что я буду бегать и шукать их защитника, хотя право на защиту оно закреплено в законе. У нас сегодняшний день в Одессе. А сооружен ли вы такой координационный юридический центр, который оказывает на дружной езде? Я отвечу на этот вопрос. К сожалению, в Одессе у нас такого центра нет. Полтора года Юля и Наташа самостоятельно это все тянут. Мы кричим налево и направо на протяжении этого времени. Пожалуйста, пожалуйста, девочкам нужны помощники. Начиная от того, что просто первично сесть в госпитале и потратить 3-4 часа своего времени, чтобы помочь военнослужащим собрать первичные документы, помочь составить рапорта и так далее. К сожалению, бесплатно никто работать не хочет. Розумеете, сейчас склалась такая ситуация, что с 1 липня, так? С 1 липня військовослужбовцам надается безкоштовная правовая допомога в центрах вторинно-мисцевых центрах безоплатно-вторинной правовой допомоги. А с кеми административными делами они тоже имеют правовый час. Так. Но понимаете, военнослужбовцы, они такие специфичные, они пойдут туда, когда им сказали, что это люди, которым можно доверять. То они возвращаются, так? Да. А что есть случаи, когда они, фактически, на платня копейки. Но в случае, когда подробили криминальное проведение стосовно моего клиента, то там было навпаки. Там подзвонил слідчий и сказал, что если вы пишете все документы, я даже за вас заплачу штраф. То у нас бывают такие случаи. Мы отказались, то сказали, что будем осудиться и пытаться быть правдальными. Ви сказали, что переважно все-таки все зводится до того, что слідчі переважно все-таки натискают на подозрюваних и укладывают за угоду. В этих угодах переважно мова уже идет про умовные термины, так? Да. Там идет мова про умовные термины, но сейчас идет мова еще и про то, что на початку, так, это были лишь умовные. Они не умовные, это с отсрочкой покарания, согласно с 75 КПК. Сейчас все больше и больше угода. Но им предлагают или вы пойдете до тюрьмы, или вы пойдете на півроку в штрафбат, или там какая-то гауптвахта. Это очень неприятная вещь. Понимаете, ребятам не дают такого великого выбора и рассказывают только так вузенько в том, что нужно самому прокурору. Потому что тогда прокурор репортует, что он закрыв криминальное проведение, а есть вырок, есть угода, то все не закрывает, что есть основы для закрывания криминального проведения. Когда мы были в прокуратуре, то даже руководство прокуратуры нам сказало, что вы даже не мечтаете, что мы закрываем криминальное проведение, мы его не будем закрывать. Хотите, идите до суд. И последнее, если можно, вы, правда, ответили перед этим, но все-таки насколько вообще адвокаты охотят и берут такие дела, потому что все-таки очень специфичная, очень закрыта сфера. Я так понимаю, что и со стороны адвокатов майже минимальна. Ну, ось вы, напевно, вынятки, а ось, напевно, переважно, очень мало адвокатов. Вы понимаете, что дело в чём? Я хочу вам объяснить, что. Как вы, следователь, объяснили, как это нужно, соответственно, законодательство, что человек, которая притягивается к криминальной ответственности, имеет право на защиту, а именно на бесплатную правовую помощь за счет государства, жодного проблем не было. У нас є региональный, наразі називаються областный, Одесский центр, чрезвычайный центр безоплатно-правовую допомогу, находится на улице Льва, Толстого. И я думаю, что туди звернутися с официальным запитом, насколько часто військовая прокуратура чи Певтенного региона, чи Одесский гарнизон, с проханием надати захисника тієї чи іншої особи, мы отримаем очень мизерный результат. Хоча криминальных проведений прокуратура відкривається дуже багато. Ще раз наголошу на том, що слідчий не зацікавлений, щоб захисник прийшов у справу. А це значить, що у слідчого з матеріалом справи не все досить добре, як це вимагається відповідно до закону. Що війна підзахисного не підтверджується, що є якийсь показник, який слідчому потрібно виконати. Поставити там собі десь галочку, що він цю роботу виконав. І сказати, що вони там дуже загружені і так роботую, як це відбувається в райвідділках міста Одеси, я не можу зі свого досвіду. В райвідділках там робота кипить постійно. Там буде круговий оборот. А тут, розумієте, дуже закрита система. На що ми хочемо звернувати? Щоб і військовослужбовці може нас почують, побачать, що вони зрозуміють, що, якщо вам слідчий каже, що на що він та вам той адвокат, не вірте йому, щоб військовослужбовці наполягали на тому, будь ласка, в Донецькій це області, чи в Луганській там області, чи в Одеській області. Так система безоплатної правової допомоги влаштована, що там повинні діяти ці центри, повинні працювати адвокати. Вже якість правової допомоги, якщо там безоплатний адвокат прийде, то вже інше питання. Може прийде молодий, а може прийде досвідчений, може прийде принциповий, який тобі допоможе дійсно захистити свої права, і ти не останешся один на один. Возумієте, людина йде захищати свою батьківщину, а йому по надуманим підставам роблять судимість. І з цього героя роблять зовсім не героя. А хто ти? У тебе судимість, хто ти такий? І від цією судимістю будеш жити, буде мати наслідки певні. Навіть з того осуду, коли він звернеться за якимось проханням до держави, а тебе ж судимість. Розумієш? Ти вже з цього права позбавляєшся. Тому, перш за все, ми прощупали ці справи знутрі, як кажуть, ми прощупали, подивилися, як працює військова прокуратура. Не працюють вони так, як потрібно це по закону. Тому ми і цей брифінд зникали, щоб люди розуміли, є право на захист. І якщо тобі повідомляють по підозру, це ще не значить, що це підозра обґрутована. Це не значить, що це злочин скоєний. Ти маєш право захищатися. І захищайтеся, скористуйтесь своїм правом, і не здавайтеся, слідство вже так все, руки підняли, здався, герої повинні бути героєм на візді. І останні, попішно сказати, і найбільше статті проходять військовослужбовці? Само-само-само. Самовільне залишення військової частини. Розумієте, тут потрібно також було проводити правову роботу. Роз'яснювальну роботу. Вони ж не розуміють, це ж злочин, чинений з необережності. Як розмовляєш сьогодні, він не розумієш, він не знання законів, не звільняє відповідальність. А коли з ним розмовляєш, розумієш, якби в якийсь момент розповіли, що треба було так зробити, рапорт написати, а не подзвонити командиру частини, щоб тебе там поважна причина, що тебе матуся захворіла, лежить в лікарні, і ти не можеш її кинути, бо в неї там два тижні життя залишилося. Лікарі кажуть, що вона скоро помре. Дитина залишається, довлядає матір, ховає матір, в цей час проходять сроки повернення до частини, порушується кримінальна справа, судимість. Ну хіба це злочин? Тут адвокату є що сказати. А люди, от військовослужбовці, конкретний цей приклад, конкретна справа, він не знає, як захищати свої права. Він довіряє слідчим. Вони же теж психологічні методи є. Розумієте? В довіру війти до підозрюваного. А що тобі той адвокат? Ну ахід що? Ну потім з'ясовується, що зовсім не зайде. Ось таким чином. Все, спасибо. Надію, що у нас залишиться. Дякую. Дякую. Дякую.